здравствуйте мои воображаемые друзья сегодня с нами на связи иллюстратор граффити художник столичный дэнди и просто капитан дальнего плавания илья кейс расскажи немного о себе я уже взрослый дядя мне 35 годиков а я до сих пор бегаю по подворотникам баллончиком и занимаюсь короче подровковой ерундой начал рисовать в девяносто восьмом году ну граффити в смысле рисую так то я всю свою жизнь детство с недавних пор я стал профессиональным иллюстратором то есть я бросил все работы в офисах и больше не хочу никогда работать на дядю и теперь зарабатываю только благодаря рисованию но на улице я сейчас выбираюсь честно говоря не так часто но то есть именно вот этот спортивный интерес изначально как и для всех наверное граффити для меня было именно вот эта спортивная составляющая имела то что максимально какие-то места крутые там я был в команде ушел из команды тоже в принципе по той же самой причине то что я больше спортивным граффити так называемый захват территории тиражирование своего имени я не больше не интересно этим заниматься будучи иллюстратором я изначально рисовал кериков ну и там буквки естественно подписывал но как бы в итоге керики возобладали плюс иллюстратор и теперь я больше как бы на улице рисую какие-то картинки там не знаю сюжетные иногда несюжетные получается так то что активности нету но я стабильно там не знаю ну раз в месяц я точно выхожу там кроме зимы наверное но обычно я уже выхожу в какие-то такие стройки заброшки холосеемы бульлайна ну конечно иногда бывает хочется тряхнуть стариной иногда парни зовут там все мои старые добрые контакты сокомандники зовут иногда там похулиганить по вандали иногда вот хочется это иногда я захожу на такие акции но это это такой бонус который бывает там я не знаю там раз в сезон ты олдовый чувак и достаточно состоявшийся у тебя там свои стили и имя и все такое тебя достаточно знают много людей что нибудь скажешь за новую школу есть две новые школы классическое граффити и новая школа которая паразитирует как я это называю на классическом граффити то есть новая школа классического граффити то есть молодежь которая там спортивным граффити занимается они в большинстве их случаев то есть так как у нас уже прошел этот пункт граффити в 2009 кажется настал невероятный пункт граффити появилось там я не знаю в каждом дворе было по своей граффити команде рисовали все кому не лень вообще совершенно все естественно на тот момент я негативно относился ко всему практически это потому что Егор Крит тогда рисовал наверное это кстати правильно Егор Клиттер он так сам говорит да Егор Криттер слушал его музыку и у него музыка про Криттер и да там но 99 процентов этого количества отпало то есть мода прошла и они начали увлекаться чем-то новым не знаю чем они там увлекаются на данный момент там шмоточки там блять я не знаю там баленсиаги блять вот эта вот хуета вся короче мама дай мне блять денег на футболку которая блять стоит как твоя зарплата блять топ-менеджера как бы те кто остались вот к тем появилось уважение то что ну чуваки как бы там окей пришли на моде но они вкусили короче вот этот вкус этой культуры ну и поняли то что они готовы свою жизнь разменять на вот это вот дело но вот в данном случае я считаю то что если ты приходишь в какую-то открытую настолько субкультуру какая является граффити то ты должен как-то в этой субкультуре житься ты не должен приходить туда со своими новыми правилами чужой монастырь как говорится своим уставом нельзя находить то есть мы вот эту почву всю готовили много лет на своих плечах тащили вот и они пришли на готовенькое вот и те кто с уважением пришел и остался с уважением и видно то что они стараются то есть там молодежь там очень многие молодые команды прям реально делают такие вещи то есть там из разряда там я не знаю там стоит ли называть как бы команды определенные но вот это вот именно про классическое такое спортивные граффити то есть ну как я говорю вот молодежь которые там пришла они достойны уважения а сейчас блять набежала короче девочек которые там закончили британку блять тоже на мамины деньги не спортивные граффити так называемый стрит-арт арт-рит там выйдя из британки и кто-то преподаватель наполинер такой вытащил блять порисовать на стенке типа один раз порисовала на стенке эта девочка и теперь она разбирается во всей как бы граффити культуре она теперь уже какой-то там я не знаю там куратор везде а имеет как бы голос свой а вот мы которые для нее все это готовили и как бы благодаря нашим вот этим росткам которые мы сажали блять они теперь с этих деревьев собирают яблочке вот про нас почему-то все забыли ну я конечно говорю как такой стартер которому обидно но на самом деле да блять ну а как так что ты сделал на хип-хопа свои годы вот это главный вопрос всегда стоял сейчас ты блять приходишь на любую выставку там к модели трехметровые баскетболистки какие-то ходят как с сисяндрами в вечерних платьях потому что они вот типа считают что они тоже как бы часть почему-то этой культуры какую они часть не знаю только потому что они учились или услышали где-то два слова бэнкси там и какой-нибудь там я не знаю еще там шепард фейри блять обей все блять на этом все их знания короче стрит-арте заканчиваются вот спрашиваю у всех этих девочек назовите мне еще хотя бы пару имен не считая паши блять 183 царство ему небесное назовите кого-нибудь кроме паши вот кроме бэнкси кроме обей кого-нибудь еще они могут даже назвать сейчас популярных там термины некоторые короче перевирают термины потом перебраны и короче заходят куда-то в прессу граффит чекпич да реально сразу же палеву видно то что откуда-то ноги-то растут учитывая какие большие бабки крутятся в этом это все-таки уже не культура а это бизнес ну вот на секрет волосы разряда тот же секрет волосы и фейс и лейс вот там вот весь контингент и они ходят вокруг тебя что-то общаются или с тобой пытаются пообщаться либо либо до тебя долетает там краю ухо ты слышишь короче обсуждение сейчас короче стало быть модно шлюхой и как-то это блять меня прямо садило отстроили все а пидорасы все это обосрали а протеид упал блять там блять белые люди блять понастроили огромных небоскребов а потом обезьяны блять свергнули правительство набежали в небоскребы и не догадались ни на что лучше как срать в шахту лифта как бы вот сейчас все это и происходит только со всем миром вот весь мир он вот такой вот нормальные блять люди что-то делали блять страдали блять там я не знаю учились творили короче мутили всякие крутые прекрасные штуки короче а сейчас каждая бездарность может короче эти штуки взять и обосрать если раньше у нас были действительно рупоры достойные уважения парня черной экономики там из рынка которые из глубокого андеграунда ну короче там или пацаны какие-то там с районов там из разряда там желтая ветка там там ау-74 вот и они как-то они вещали ну то есть они конечно тоже там там не было какого-то там как у пушкина супер там стихов но и хуй с ним один хуй как говорит саквояж мы блять аутсайдеры все мы блять никуда не приглашены и не вхожи потому что у нас есть свое мнение потому что многие те короче которые вот там сейчас сидят во всех этих галереях вот они там сидят на жопе ровно ну типа я выставляюсь но если я сейчас короче типа подниму голову блять подумаю что-нибудь скажу что-нибудь не то то завтра уже выставляться не буду а так как я нигде не выставляюсь и мне похуй на эти выставки как бы то что зовут там или не зовут я сам выставлюсь когда захочу вот я в принципе не боюсь этих последствий и готов короче вот рубить правду матку не стесняюсь выражения трушная молодежь я хочу посоветовать конечно оставаться трушными и уважайте старших но правильно старших которые с головой тащите всю эту культуру как бы теперь ваша очередь тащите ее на своих плечах не давайте этому всему загнить вот ну а тем кто не трушный ну да пошли мы нахуй пидоры и в заключение нашего прекрасной беседы я хочу сказать и поведать настоящую тайну открытия которую возможно не все знают но Гоу Вегас на самом деле правит миром отсосите у граффити горите в аду пидорасы вам в спину а на воротник анастасию за воротню блин